добрый вечер уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре который для нас проводит александр как всегда вначале скажу несколько слов прежде чем мы начнем во первых как всегда это предупреждение о рисках всегда важно помнить о том что торговлю на финансовых рынках она связана с рисками с ними нужно ознакомиться разобраться и это важно потому что не всегда сделки могут быть прибыльными даже у хорошего трейдера периодически бывают убыточные сделки об этом мы тоже сегодня будем говорить поэтому это важный момент с которым важно разобраться а для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах скажу про пару слов про нашу компанию компания называется admiral's на рынке мы работаем более 21 года работам в разных юрисдикциях имеем большое количество лицензий и в ближайшее время вот еще одна лицензия которая появится нашей копилке это канада мы также планируем работать именно в этом регионе но наш ключевой сервис это сервис для трейдеров и инвесторов то есть мы предоставляем возможность инвестировать в акции в тф также возможность торговли с использованием плеча которые безусловно более рискованно но также мы предоставляем это нашим клиентам из торговых платформ мы предоставляем возможность работать на самой популярной платформах это mid trader 5 mid trader 4 также есть наша разработка наше мобильное приложение через которое вы можете инвестировать и также совершать сделки всегда рекомендую а если у вас есть какие-то вопросы по торговым условиям обратиться к вашу персональную менеджеру и мы сориентируем и поможем вам выбрать оптимальный тип счета исходя из ваших потребностей хотите вы торговать или просто инвестировать вот одно из также новых инструментов которые у нас появились пару месяцев назад но я еще наверное еще раз про это напомню мы запустили возможность покупки дробных акций сейчас вы можете ваш инвестиционный портфель добавлять акции не целым лотом то есть не одной акции а покупать шагом 1 сотая лота то есть это именно инвестиционный счет без плеча поэтому покупать тот же самый amazon уже можно меньшей частью и подходить более диверсифицированно к формированию например долгосрочного портфеля мы в нашей компании уделяем большое количество внимания обучению поэтому мы безусловно рады что александр раз в месяц присоединяется к нам и делится своим опытом и также хочу сказать что посоветовать полезный ресурс если вы пока все еще на них не подписаны во первых это наш youtube канал в котором мы если вы пропускаете вебинар онлайн конечно мы лучше присутствовать онлайн потому что может также будет задать вопросы но если вы пропускаете то рекомендую подписаться на наш youtube канал сейчас ссылочку приложил туда будет добавляться видео и там же у нас будет как раз конкурс где можно будет выиграть книгу с автографом александра поэтому пока вот у нас такое вводное слово можете пройти и подписаться и также наш телеграм-канал кстати для тех кто часто задавали вопрос у нас сейчас также есть серия вебинаров на английском языке и если вы бы тоже хотели смотреть вебинары с александром на английском языке то вот наш англоязычный youtube канал там вы сможете найти последнюю запись ну и также подписаться для того чтобы получать новое обновление уже от следующих вебинарах которые будут проходить сегодня мы как всегда поговорим о рынке да то есть разберем ключевые инструменты что мы делаем каждый раз посмотрим на ключевые рынки подведем итоги конкурса у меня вот появились книги александра да на английском языке на русском языке поэтому мы в ближайшее время всем кому должны отправить книги как раз их отправим это тоже вопрос я получал поэтому мы подведем итоги прошлого конкурса и в конце видео я также расскажу про правила этого конкурса как можно выиграть книгу с автографом александра а бессловно поговорим по текущей ситуации потому что на сейчас мы видим небольшой отскок на рынке и было бы очень интересно услышать мнение александра какие есть признаки того что это или попытка завершения того нисходящего тренда который был или пока только лишь коррекция здесь нужно быть еще внимательным а также разберем некоторые бумаги которые или сильно выросли или сильно просели то есть опять же те бумаги которые очень часто спрашивают будут серии ответы на вопросы ну и в конце я также расскажу про индикаторы александра на который можно установить на платформу это трейдер 5 и как уже сказал расскажу более подробно про правила конкурса с моей стороны вступительное слово здесь все теперь я готов передавать слово александру всегда с нетерпением жду этот вебинар всегда очень много полезных советов полезных рассуждений которые дают возможность каждый раз получать что-то новое и улучшать как не так нашим слушателям наши действия на рынке александр передаю слово спасибо большое роман и еще раз было очень приятно вас увидеть лицом к лицу в таллине на прошлой неделе поговорить пообщаться и спасибо за подарки я выполнил сказать свою функцию челнока можно сказать в россии называется до я привез вам чемодан книг так что теперь вы обеспечены на какое-то время призами поговорим о рынках естественно вы знаете я хочу затронуть несколько моментов которые я освещал во время класса который в эстонии есть замечательное издательство называется это это переводе означает деловой день это типа как уолл-стрит журнал в америке самая лучшая деловая газета и они же публикуют книжки они же организуют конференции очень хорошие люди с ним приятно работать и правильно выбирают и когда я полетел в эстонии для того чтобы посетить съезд выпускников моего университета знал про это не просили меня провести двухдневный класс в таллине на английском языке это было и в частности я сказал то что иногда удивляет людей что трейдинг это просто по крайней мере это должно быть просто я активно занимаюсь трейдингом при этом у меня я выделую с лаптопа у меня нет вот эти стены экрана и лаптоп иногда второй экран добавочный ставлю кроме того это не требует огромного количества инструментов я всегда предлагаю правило 5 патронов в обойму старая трехлинейная винтовка где можно было ставить значка 5 патронов магазин и вот так с этим воевать поэтому я все людям говорю вам разрешается иметь 5 индикаторов но уже если очень чешется по 6 если с тем то у вас проблемы я пользуюсь четырьмя и вы все четыре кстати вещи вот на экране который сейчас роман выставил рынок снг и слева недельный график справа дневной всегда нужно смотреть на рынке минимум двух временных диапазонов на каждом экране вы видите пару скользящих средних это один индикатор вы видите конверт который показывает или канавывающим я называю по-русски который показывает маниакально депрессивное состояние рынка рынок это как маниакально депрессивный пациент и вы видите что совсем недавно была депрессия задолго до этого была мания мания лучше вы увидите на дневном графике то есть когда мания надо продавать или снимать прибыли конечно это совершенно противоположно тому что делают большинство людей рынок прет вверх потому что достиг новых высот покупаем да так себя ведут новички профессионалы когда они видят вот такую ситуацию что рынок прилетел до кромки канала и конверта мы начинаем смотреть не слишком ли они пора ли уже разворачиваются вот так это второй индикатор третий индикатор это наставляет стрелочку это мы сиди линии и мы сиди гистограмма и я считаю что это лучший индикатор силы быков и медведей на недельном графике показывает вам мы видим что а недавно значит был завершено двойное донышко которая показывает что медведей не ослабли они на втором донышке были такими же сильными донышко было таким же глубоким как и в первый раз первый раз донышко было более массивная в этот раз она чуть чуть поглубже так что в принципе медведи при своих но в кратковременном более диапазоне мы видим что на недельном графике мы сиди гистограмма растет и это показывает что медведи теряют силу а быки деминирует рынок данный момент и наконец четвертый график это индекс силы внизу это для меня это лучший способ отслеживать объемы торгов потому что когда смотрю просто 1 стандартный график вертикальные палочки показывают объем они они ничего особенного не говорят а когда я пользуюсь своей формулой которая во всех моих книжках ничего секретного для индекса силы он гораздо лучше отражает объем и здесь мы видим кстати очень хорошую бычью дивергенцию на недельном графике на втором дне второе дно было гораздо глубже а силы был гораздо более мелким и это был один из сигналов которые говорили ожидать развороты вверх конечно главным сигналом было то что вы видите на самом графике скатился в депрессию месяц практически торговал ниже нижнего конверта это такая нереальная ситуация народ впадает в панику продает совершенно адекватные ресурсы вместо того чтобы их держать и это то где профессионалы подходят к рынку и говорят вам акции жгут пальцы больно да вы знаете я у вас их куплю эти акции давайте мне я сам поболею со скидкой конечно и мы со скидкой покупаем эти акции бедолаги которые купили их по верхам продают их по низам чтобы только избавиться от этого и начинается новый взлет где мы собственно сейчас и находимся переходя на правый график дневного стратегическое решение всегда на досрочном графике пара недельный дневной дневной часовой часовой десятиминутный соотношение нужно быть примерно один к пяти мы приблизительно 1 6 может быть и мы смотрим на этом графике и здесь мы видим конечно не так далеко не за 10 до права края ложный выпад вниз когда вот 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 как раз где роман будет стрелочкой потому что если они перестанут меня перестанут приглашать эти и проводить эти вебинары роман может самых очень хорошо проводить потому что слышал меня столько раз что наверно уже сказать отпечаталась запечатлелась короче был ложный ложный пролом вниз в то же самое время посмотрите на на сидит гистограмму внизу которая сделала более плоское дно и в это время поднималась даже был только один день у того маленький красный столбик последний красный столбик вот вот это все вот это все на что медведя все что медведи смогли показать это замечательная дивергенция абсолютно замечательная дивергенция в индексе силы которые вы видите внизу и как говорят в америке of the races гонки начались гонки вверх происходит эта гонка естественно значит народ недавно еще был ужасно перепуган продавал совершенно хорошие акции и когда они видят то что мы видели сегодня утром что я сам пить упал где-то на 40 чем-то пунктов сразу возникает вопрос а не конец ли это а не конец лета сейчас опять вниз попрет прямо сейчас я показал бы свои графики или потом когда мы разберемся остальные как вы предлагаете может быть сразу да мы можем сразу и сейчас вам там возможность я хочу вам показать я вам покажу сначала свой график быстренько а потом я хочу вам показать свой самый то что я считаю самый сильный индикатор в техническом анализе и что нам говорит о ближайшем будущем естественно на сто процентов ничего предсказать нельзя на рынка это не как восход и закат солнца полезную информацию можно получить и мы сейчас постараемся и извлечь еще смотрим так вот там мой экран собственно вот где я живу и мы смотрим на s&p индекс или если вы хотите можно вместо индекса даже посмотреть на фьючерсы что в каком-то в какой-то степени более интересно потому что и не торговать можно и индексом самим не поторгуешь но это фьючерсы смотрим сюда это недельный график мы здесь видим то же самое что вам показывал роман только что на черном поле другой софт и сейчас я вам хочу показать дневной график того что произошло смотрим на самый правый край да мы видим что значит на прошлой неделе недельник был выходной рынке были закрыты день павших воинов увидим что среда четверг пятница на прошлой неделе был колоссальный взлет на американских рынках и сегодня рынок открыл отрылся плоско также как закрылся примерно в пятницу упал вниз и сейчас он опять вернулся вернулся близко к цене открытия чтобы видеть это дело в деталях смотрим на внутри дневной график значит помните я вам говорил что всегда нужно смотреть нужно на два окна по минимуму и значит чтобы одно с другим соотносились примерно как одно к пяти слева 25-минутный график справа 5-минутный мы видим вертикальные полоски вертикальные штрихи разделяют дни между собой роман вам видно это хорошо сейчас или все порядке прекрасно значит мы видим что первый штрих дня вот этот длинный красный штрих люди которые ничто произошло длинный уикенд мужик сидит на пройвершных позициях уже которую неделю увидел что рынок взлетел на прошлой на предыдущей неделе посоветовался с женой и решил все продавать вот новички просто кинули огромные объемы продаж на рынок с утра обычно утренняя цена цена открытия доминируют любители профессионалы концу дня кстати посмотрите на прошлой неделе рынок все время открывался низко закрывался выше открылся низко закрылся выше открылся низко закрылся выше а сейчас закрыл открылся плоско толкнули вниз и тут же значит появились сильные покупатели и рынок вернулся где он был раньше я сам был вниз где-то на 50 пунктов а сейчас вниз на 10 рынок отверг такую такую низкую цену и значит что немножко напрягает что немножко напрягает на этом графике вы видите самая высокая цена которая была в пятницу не трудно это взять на белом экране цифры плохо видно я постараюсь значит высшая точка в пятницу было четыре тысячи сто пятьдесят восемь сорок девять это 15 минут назад самая высокая точка была четыре тысячи сто пятьдесят девять с копейками то есть где-то на один пункт выше а ложный пролом вверх ложный пролом вверх может быть на пять минут это 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 невеликой важности график только для трейдера и при этом посмотрите что вот на последнем пике смотрим опять на индикаторы мы сидим гистограмма в пятницу была высота сегодня утром была высота и вот сейчас полдень такая высота то есть такое что быки набирают силу так я бы не торопился здесь продавать совершенно для меня поведение рынка вот этот понедельник еще полдня у нас осталось впереди но для меня поведение рынка вот в это утро такое довольно типичное поведение во время бычьего тренда народ паникует и продается трапа раньше паника проходит появляются серьезные покупатели профессионалы и рынки закрываются повыше это то чего я ожидал до сегодня естественно ни у кого нет волшебного зеркала чтобы предсказывать будущего мы тоже к сожалению нет купил бы если если продавал кто-то но на основании вот индикаторов которые вам показал мне думается что это вот который начался на той не на прошлой неделе это только начало это это не это не конец несколько слов об индикаторе который который я считаю пожалуй самым лучшим ведущим индикатором рынка сейчас его открою чтобы показать показать вам значит это индикатор новых высот новых низов и я вам покажу что он говорит сейчас и потом мы посмотрим индикатор чтобы ответить на абсолютно ключевой вопрос я говорю уже не первый месяц мы в медвежьем рынке мы в медвежьем рынке мы в медвежьем рынке ключевой вопрос то что началось на прошлой неделе продолжается сейчас это конец медвежьего рынка это начало нового бычьего рынка или просто нормальная реакция во всех рынках бывают реакции в бычьих рынках спады а в медвежьих рынках взлеты так вот это обычная реакция после которой в медвежьем рынке продолжится или конец медвежьего рынка вот это вот абсолютно ключевой вопрос сегодняшнего дня есть еще добавочные вопросы как мы поговорим чуть чуть позже открываем счет не ухай вот вам индикатор это индикатор новых высот новых низов то есть акции которые на нью-йоркской бирже котируется где-то порядка почти четыре тысячи акций и каждый день публикуются списки акции которые достигли новой высоты за месяц или которые упали до новой до новой низы самые низшие цены за за месяц они также публикуют такую же статистику за три месяца и за год есть акции которые достигли наибольшей высоты за месяц наибольшей высоты за квартал и наибольшей высоты за год я отслеживаю все три окна и что мы видим здесь на правой части экрана на правой половине экрана мы видим вот этот дневной график и три окна и мы видим во всех трех окнах колоссальную бычью дивергенцию то есть где-то в первых числах мая вот на этом вот донышке не знаю вам виден мой стрелки стрелки на или нет прекрасно спасибо вот вот на этом вот донышке вот была сила медведей на недельном графике новых низов было более чуть чуть больше трех тысяч по сравнению с новыми высотами на квартальном более двух тысяч и на на 12 месячном где-то около 1500 то есть во всех во всех временных диапазонах были очень глубокие значения новых низов гораздо выше новых высот а теперь вот этот вот маленький хвостик кенгуру который произошел на прошлый сейчас раз два три 4 5 на предыдущую в пятницу на предыдущей неделе посмотрите на глубину этого индекса них а новых высот новых низов на низов на прошлой неделе очень плоские донышки то есть это показывает что медведи лидерство медведей колоссально ослабло и сигнализировало о взлете но это не самое главное самое самое главное самый главный сигнал этого индикатора вы видите здесь на недельном графике и здесь возле правого края вы видите индикатор который я считаю самым сильным индикатором для покупки на американских фондовых рынках самый сильный индикатор для покупки я его рассчитал где-то лет двадцать тому назад пользуюсь тех пор я назвал индикатор спайк как я даже думаю как это роман как как по-русски хорошо перевести спайк такой резкий выпад цен на железной дороге когда забивают шпалы вниз это не ставит эти спайк стоит пик и огромные гвозди которые которые будут шпалы на которых лежат рельсы держать на месте вот этот спайк такой сильный сильный гвоздь каждый раз и каждый раз когда это это недельный график снг извините не или график новых новых высот новых низов когда этот график падает ниже уровня 4000 он показывает абсолютную медвежью панику на рынке когда он поднимается выше чем минус 4000 это сигнала покупки сильнее которого я не знаю в техническом анализе и сейчас я немножко уплотню вот этот индикатор и вы увидите все сигналы спайк за последние за десятилетия предыдущий сигнал был в марте двадцатого года пандемия взорвалась когда рак из китая к нам прибыл но и тут же видите этот индикатор пересекает эту полосу минус 4000 с на самом донышке подает сигнал о покупке и после этого почти более полутора лет длится дуча рынок перед этим в конце перед этим в конце восемнадцатого года выпад ниже 4000 поднимается выше этого уровня и вот и вот сигналы покупки опять-таки забил этот гвоздь по нижнему столбику до этого был сигнал в январе-феврале шестнадцатого года вот так вот это работает то есть этот сигнал очень редкий он получил он тут четыре раза четыре раза за десятилетия выскажу что очень необычно обычно бывает два-три раза за десятилетия где был предыдущий сигнал и теперь каждый раз когда возникает этот сигнал вот этот был январь-февраль шестнадцатого года бычий рынок длился почти два года спад конец восемнадцатого и рынок длился больше года марс двадцатого года бычий рынок длился больше полутора лет и вот мы здесь у правого края вопрос нам предстоит полный разворот и бычий рынок будет длиться больше года или 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 я хочу показать вам одно из ключа один отрезок времени когда все это работало совершенно по-другому а мне нужно остановить трансляцию и взять другой экран чтобы вам показать даром если память не изменяет шерсть крин и мы идем сейчас найду сейчас найду сейчас найду по моему это здесь да это здесь так я вам хочу показать вот этот график вот это это единственный отрезок времени в течение которого во первых эти сигналы спайк их хватало только на несколько месяцев а то и на несколько недель всего и кроме того был один провальный сигнал это с 2007 по 2009 год и здесь вы видите что во время был это колоссальный медвежий рынок был и во время этого медвежьего рынка сигналы спайк которые отмечены здесь желтый желтой полосой они срабатывали но срабатывали относительно ненадолго на месяц а то и всего на пару недель и был один раз когда единственный раз за 30 лет когда сигнал провалился вот так вот да то есть возвращаясь к нашему сегодняшнему графику и роман давайте отключайте меня и показывайте свой график осенки возвращаясь к сегодняшнему графику возникает как бы такой половинный ответ и половинный вопрос у нас есть самый сильный сигнал технического анализа но этот сигнал как мы сейчас увидели ведет себя по разному во время нормальных рынков медвежьих рынков где мы находимся в нормальном рынке или в медвежьем рынке по моему мнению мы находимся в медвежьем рынке который еще все не закончился когда началась колоссальный бычий рынок который произошел сразу после начала пандемии был связан с тем что правительство большинство стран запада влили колоссальные деньги в общество и в экономику насколько колоссальный у американской федеральной системы есть легальное право печатать деньги печатать деньги на ней конечно не на станках печатают а создают электронным образом и передают в банки передают они покупают в этих банках облигации то есть они печатают деньги и скупают в банках облигации банки выпускают еще облигации они опять скупают у банков получается огромные денежные запасы которые по идее банки вложат в реальную экономику конечно на самом деле они боятся вкладывать много в реальную экономику в условиях кризиса поэтому нет эти деньги несут на биржу и происходит такой колоссальный бычий рынок так вот до пандемии средний уровень денег которые у федеральной резервной системы трепыхались по банкам был четыре триллиона долларов триллион это тысячи миллиардов для сравнения если я не ошибаюсь россия зарабатывает на продаже нефти красивый прочитал порядка двадцати миллиардов долларов в день могу соврать вот читал и так помнится 20 миллиардов а тут у них значит четыре тысячи миллиардов просто трепыхаются по банкам когда началась пандемия они впихнули добавочные 4 триллиона долларов то есть впихнули огромное количество денег и это конечно повело к инфляции и сейчас федеральная резервная система заняла агрессивную анти инфляционную позицию стала повышать счетные проценты и стала отсасывать деньги обратно и я смотрю что Россия зарабатывает 1 миллиард в день ну 1 миллиард в день это получается 30 миллиардов в месяц я ошибся 50 процентов не так намного я славно 20 на самом деле по 30 скоро будет гораздо меньше по ряду причин ну и так вот для сравнения что это совершенно огромные деньги которые федеральная резервная система теперь отсасывает из экономики они туда вкатывали больше года а теперь отсасывают ранее вкатывали был бычий рынок а сейчас они их отсасывают и повышают отчетный процент поэтому у меня мнение что наблюдается сейчас замечательный взлет на рынках это такая реактивный взлет то есть реакция на медвежий рынок и и когда она закончится то рынок опять упадет до новых внизу но это я думаю произойдет не скоро что у этого ралли есть где-то месяц а извините 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 кто-то залетел по мере кабинет потом разберемся это огромный а посмотрите огромный цифон то есть я ожидаю что этот взлет продлится месяц может быть несколько месяцев вот так вот но в данный момент я я бык по рынку акций и в частности могу сказать о своем собственном трейдинге я люблю торговать краткосрочно я редко держу позицию дольше чем неделю но две недели тому назад я должен был улететь я знал что я полечу в Эстонию и я буду встречаться со старыми друзьями я буду преподавать в классе я буду общаться со своими бывшими однокурсниками естественно перед экраном я знал что перед экраном я толком сидеть не могу и я видел этот сигнал спайк поэтому я взял большую часть своих активов это не маленькие деньги и просто купил самый такой простой инструмент спайк называется спивай это фонд который сто процентов вложен в смп 500 то есть купить этот фонд это все равно что купить смп 500 вот так вот купил и уехал приехал обратно в счет это была хорошая сделка я продолжаю их держать на примере того как я сейчас опять войду в курс коротких посроченных сделать я начну кусочками свою эту большую позицию распродавать чтобы освободить средства для более перспективных коротких сделок но пока что заработал зарабатываю проценты какие-то на свой капитал на эти большие сделки вот так вот я роман я думаю что я заговорился обычно мы смотрим на много рынков а тут вы просили разобрать смп рынок индикаторов новых высот новых низов так я прямо завелся на них и боюсь что я слишком много времени провел передаю микрофон вам и выставляете график который вы хотите чтобы я посмотрел спасибо александр но в этом случае это было ценно потому что да вот сейчас рынок отрос и возникают сомнения то есть насколько это может долго продлиться поэтому спасибо что порассуждали вместе с нами на этот вопрос я думаю что продлится несколько недель возможно пару месяцев я перебил вас вы контролируете процесс я добавил даст то есть сейчас можем быстро посмотреть как раз на сопредельные рынки и вот первый даст окей на недельном рынке даст на этой неделе пробился выше зоны ценности и немножко отступил сейчас торгует внутри зоны ценности глядя на дневной рынок конечно прекрасные возможности для покупки были на прошлой неделе даст даст опускаются в зону ценности на дневном графике и если бы я стал покупать даст то пять конечно, подождал бы, чтобы он опустился в зону ценности на дневном графике. Покупать в зоне ценности – это покупать по разумной цене, покупать выше зоны ценности. Я это называю покупкой по принципу найти наибольшего дурака. То есть, значит, ценность DAX на основании технических инструментов где-то 14174. Я читаю цифры с вашего экрана. А в магазине сейчас за него просят 14450 в среднем. То есть, где-то на 300 евро больше, чем он, или долларов больше, чем он стоит. И человек, который покупает, в данный момент говорит, да, я дурак, я переплачиваю, я плачу больше, чем настоящая ценность. Но я найду еще большего дурака, который, когда дело пойдет еще выше, я ему это дело продал. На рынке очень мало дураков. На самом деле, это среда, которая не привлекает глупых людей, игроков, да, азартных, а дураков мало. Поэтому я стараюсь не покупать по принципу наибольшего дурака. Я предпочитаю покупать по принципу ценности. Я хочу купить по настоящей цене или со скидкой еще лучше. Ну, вот скидка была на прошлой неделе, на предыдущей неделе, когда я покупал. Вот так вот. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на евро-доллар. Очень трудный рынок. Я не раз пытался поймать донышко в нем. Значит, на недельном графике он развернулся, импульсная система перестала быть красной. Но на дневном мы видим прекрасный совершенно сигнал, прекрасную бычью дивергенцию. То есть, вот в апреле было первое дно такое, ниже нижнего конверта на дневном графике. Потом рынок взлетел немножко. Моиседия гистограмма пересекла на любую линию. Я называю это «сломать хребет медведю». И на предыдущей неделе опустился МСД гистограмма опять опустилась ниже нуля. И опять вот это прекрасная бычья дивергенция. Я, к сожалению, не пропустил, потому что столько раз был разочарован попытками найти дно в евро, что когда настоящее дно появилось, оно прошло мимо меня. Но я не особо расстраивался, потому что я полностью отоварился в СНП и там было гораздо меньше волнений, чем здесь. В данный момент евро идет вверх в недельном графике, подходит уже очень близко к зоне ценности, вполне имеет право войти в эту зону и даже выше подняться. И на дневном графике сегодня опять интересно открылся плоско, ударил вниз и отскочил от этого дна. но все-таки выше ценности, выше ценности. Если открывать новую позицию, я бы лучше подождал, пока он войдет в зону ценности. Спасибо. Сейчас добавляю золото. На недельном графике с левой стороны импульсная система показывает, что покупка золото все еще нелегально. Почему? Потому что МСД гистограмма окрашена в красный свет. Это показывает, что медведи до сих пор деминируют этот рынок. Но конечно очень близко к развороту. Пахнет разворотом. И смотрим на дневной график. Мы видим последнее падение вниз, ниже конверта в середине мая. И как сильными были медведи. В данный момент происходит ралли на дневном графике. МСД гистограмма пересекла нулевую линию. Это сломали хребет медведев. И цена сейчас падает. вот тут на этом классе, который я вел в Таллине пока мы рассматривали этот график. И я им говорил, когда МСД гистограмма опустится ниже нуля, а потом тикнет вверх, перестанет падать. Вот этот будет прекрасный сигнал на покупку. Это закончит бычу дивергенцию. Я им говорю, а как вы запомните это, если это произойдет через несколько дней, или через неделю, или через пару недель, как вы будете помнить, что нужно это сделать? У вас же куча других идей, мыслей, вообще, куда-то пойти надо, и все. Кто может помнить такие вещи? Я им рассказал про свою давнишнюю приятельницу, которая в таких случаях распечатывает такой график, красным карандашом отмечает, чего она ждет, и прикалывает этот график на стенку возле своего торгового терминала. То есть, каждый раз, когда она подходила к своему экрану, ее, так сказать, планы, или потенциальные планы на ближайшее будущее были со всем рядом с ее экраном, она не могла их пропустить, распечатать, отметить красным карандашом чего вы ожидаете, и быть готов к океану пьянер. Спасибо. Перехожу на нефть. Нефть марки бренд. Да, нефть. Я все жду, я все жду возможности закоротить, если не нефть, то нефтяные компании. Но жду очень осторожно, потому что, конечно, все настроены на повышение нефти, но я смотрю на этот график и вижу на недельном графике в феврале, когда начались военные действия, нефть взлетела и нарисовала вот то, что я называю хвост кенгуру вверх, оттолкнулась от него, пошла вниз и сейчас опять пытается добраться повыше в зону этого хвоста. Думаю, что это очень непростая задача и думаю, что получится такой двойной топ и возможность закоротить. Но в данный момент я этой возможности не вижу. Я присматриваю. это как живу на краю леса, у нас эти бурундуки бегают и когда собаки приближаются, бурундуки забегают в поленницу, потому что они-то маленькие в бурундучке, они между поленьями сидят, а собака туда влезть не может. И собака может час просидеть перед поленницей, ожидая, что вдруг бурундук вылезет обратно, но не дурак, чтобы обратно вылезать. Вот так же я, как мои собаки торчат перед поленницей в ожидании бурундуков, я торчу перед нефтью в ожидании, что она все-таки даст мне сигнал на продажу. В данный момент этого сигнала нет, а покупать вот так вот, гоняться за ценой я не готов. Я не гоняюсь за людьми, я не гоняюсь за ценой. Пускай придут ко мне. Отлично. Спасибо, Александр. Роман, извините, я спребью. Я увидел, кто-то просит посмотреть биткоин. Давайте посмотрим. Кто-то написал, Евросоюз принял эмбарго на российскую нефть. Но это не полный эмбарго, они приняли эмбарго на нефть, которую качают по трубам. За исключением Венгрии. Венгрия получила исключение для себя, что пожалуйста, качайте. Но нет эмбарго на нефть, которую доставляют танкерами, а это примерно одна треть. Так что посмотрим. Вот. Биткоин. Я не любитель биткоина. Я считаю, что это новое платье короля. это не деньги. То есть, у денег есть две функции. Сохранение ценностей и средства товара средства обмена. Ни одной из этих функций биткоин не может не выполнять. Но на этом семинаре в Таллине меня просили посмотреть на биткоин. И я им сказал, что он в зоне покупки. В зоне покупки биткоин. В недельном графике он нашел очень хорошую поддержку. А на дневном графике вот был это глубокое дно, хвост кенгуру. И на предыдущей неделе был маленький хвост кенгуру. Чуть-чуть и все. И все. И цены от него начали расти. Поговорили, разошлись. Я сегодня просто взглянул на это дело. Сегодня биткоин вверх 10%. Знаете, это называется хороший совет трудно дать. Но его еще труднее выполнить. значит я говорил, что мне интересно просто кто-то купил биткоин с моей подачи или нет. Сам-то я им не занимаюсь. Но платье короля мы не покупаем. Едем дальше. Спасибо. Посмотрели все и даже биткоин. Сейчас можем как раз подвести итоги конкурса и разобрать несколько сделок, которые нам присылали участники. сейчас я покажу список участников. Почему для меня было важно услышать ваше мнение по текущей ситуации на рынке, потому что у нас по сути большинство сделок были убыточные, те, которые присылались на конкурс, большинство из них, которые были лонговые, пытались покупать, но рынок все проседал, проседал, особенно в начале мая. поэтому здесь победила акция в шорт, то есть обзал, мне кажется, что это один из наших постоянных слушателей, который периодически присылал бумаги на конкурс и присылал много вопросов, поэтому в ближайшее время я также с вами свяжусь и отправлю вам книгу с автографом Александра. Здесь бумага... Такой путь проделали. Да, то есть это была акция на шорт, еще несколько позиций, которые были открыты, и да, вот есть одна позиция по телодок, которая плюс 15%, но она не закрыта, мы отдаем предпочтение тем, которые как раз закрылись по тейк профиту, и были ряд как раз сделок убыточных. Вот давайте тогда посмотрим буквально пару комментариев, Александр, с вашей стороны по поводу этих сделок. сейчас я их открою, и возможно на что-то стоит обратить внимание участникам, для тех, особенно у кого были убытки, вот сейчас сначала с первой бумагой, которая победила, вот здесь был вход в шорт, здесь тейк профит, соответственно это недельный график, вот здесь на дневном. Будьте добры, или если хотите я это сам сделаю, я сам сделаю, одну секунду, я сейчас выйду только в этот финвиз, да? А я сейчас один момент открою, у меня уже приготовлено. Прекрасно, когда был репорт о доходах? стоит 2 июня, пока не было. Потому что я когда увидел такое, каждый раз, когда я вижу такое вот дикое движение вверх или вниз, первый вопрос, который у меня возникает, это а не было ли сюрприза по доходам какого-то, значит, не было. Значит, смотрим на эту акцию, ну что, прекрасно, прекрасно проведена сделка, в точке входа акция пыталась на недельном графике подняться выше предыдущей недели, но захлебнулась. на дневном графике МСД на первом, на предыдущем пике, значит, который был в апреле, была выше, пробила дно, вернулась наверх опять и опять вернула вниз. То есть, все очень нормально, все очень нормально. Но явно был какой-то большой сюрприз, не знаю, из-за чего. Я не знаю, у нашего участника было внутренней информации, что какой-то провал на этой фирме или что. Ну, поздравляю, успешно сделал все, что я могу сказать. Сам бы никогда эту акцию не увидел, потому что эта компания занимается мясными продуктами. Я мясо перестал есть лет 30 тому назад и перестал торговать фьючерсами на мясо, которые очень технически хорошие фьючерсы. и я не касаюсь никаких акций, которые на мясо, связаны с мясом. Но когда мне просто на них посмотреть, я смотрю, как с другом пойти в ресторан, он заказывает бюштекс, пожалуйста, это его дело, не мое. Удачно съел. Поздравляю. Еще вот одна бумага, которая была, это тикер ВИШ, как раз бумага, которая стоила доллар 79 центов и вот такую бумагу в лонг была предложена. Там у нее небольшая история, поэтому здесь не все данные по индикатору подгружаются, особенно на недельном таймфрейме. на недельном графике и на дневном ложный пролом вниз. Хотя я вижу точку, то есть этот человек, он сидел, этот человек, который сделал эту сделку, он сидел в минусе где-то месяц. Только вот сейчас на этой неделе выбился наверх. Но у нас получается, что предлагается также стоп-лосс защитный, то есть он был по 1.40, то есть он как раз сработал спустя пару недель того, как был предложен вход. То есть вот здесь вход, вот здесь получается стоп-лосс. То есть это сделка, которая привела к потере? Да. Это более ясно, потому что на недельном графике имеется тренд вниз. И МСД гистограмма, вот видите, красные столбики, они указывают на то, что гистограмма тоже вниз. То есть импульсная система красная. Красная импульсная система запрещает покупку. Это не система для поиска сделок, это система цензуры. Вот импульсная система красная покупать нельзя. наш участник купил на дневном графике, значит, это можно было сделать, а на недельном нельзя. А на следующий день после покупки он еще и на дневном графике тоже стал красным. Так что я бы никогда не вошел в такую сделку по ряду причин. Во-первых, эти дешевые акции ведут себя довольно сумасшедшие иногда. Я поэтому стараюсь, я очень редко смотрю на акции, которые стоят дешевле, чем 20 долларов, 25, для меня это вот самый низкий. Я тоже не люблю очень дорогие акции, потому что у них тоже есть всякие странности в поведении. То есть, если акция стоит больше, чем 400 долларов, вот так вот, даже Амазон, да, я держу с одной сторонки. Это раз. А вот рейхимпульсная система была совершенно нелегальная, естественно, из-за вот такие дела. Ну, здесь, да, как раз с такими, можно сказать, малоликвидными и с недорогими акциями. Здесь была вроде, казалось бы, небольшая просадка, но в общих значениях там порядка 20% мы сделали. И последняя бумага это Zoom. то, где мы сейчас с вами встречаемся. Здесь тоже была предложена сделка на лонг, вот здесь стрелочка, здесь стоп-лосс, ну и то же самое на дневном таймфрейме. Опять-таки это покупка была в то время как импульсная система красная. Этого не стоит делать. С другой стороны, с другой стороны, глядя на долгосрочный прогноз Zoom, он совсем неплохой, потому что Zoom пострадал из-за того, что компания колоссально выросла во время пандемии, потому что никто не ходил в офис и все пользовались Zoom. А значит, по мере того, как пандемия стала сворачиваться, и в офис можно пойти и встретиться. Все уже устали от этих встреч на Zoom. Лучше лицом к лицу поговорить. И вот эта акция упала очень сильно. Глядя на то, что происходит сейчас, на недельном графике двойное дно, бычья дивергенция, совершенно неплохой график. На дневном Zoom немножко забежал далеко вперед, он уже выше ценности, мало того, он уже на уровне переоцененности верхнего трай-конверта. Но купить его, если он опять прикоснется к зоне ценности на дневном графике, совершенно резонно. Спасибо, Александр. Да, вот посмотрели сделки и вот те тикеры, которые он присылал, бумаги из разных секторов, из разных отраслей. Сейчас я также... Не совсем, я посмотрел на ваши бумаги, Роман, некоторые, кстати, из довольно схожих областей. Давайте можем... нам придется задержаться несколько минут, на 5-10 минут после, продлить класс. Если ваши участники от нас не сбегут, то мы можем, конечно, все эти акции посмотреть. но некоторые из них, кстати, из довольно близких секторов. Мы часто увидим. Вот добавил первую бумагу Apple. Смотрим недельный график. Вот все признаки того, что это реакция внутри медвежьего рынка. Посмотрите вот глубину донышка, значит, последняя донышко. И посмотрите предыдущая донышко, которая была где-то в конце декабря, по-моему, в начале февраля. Вот на этом донышке глубина МСД, глубина индекса силы. И на последнем донышке цены ниже, МСД ниже, индекс силы ниже. То есть все в рифме тому, что акция падает, медведи становятся сильнее. Так что сейчас идет ралли, происходит на то, что акция была глубоко переоценена. На дневном графике она уже вернулась от глубокой недооценки. Я сказал переоценена, она недооценена. Внизу недооценена. На дневном графике она вернулась от глубокой недооценки в зону ценности. И в принципе сделка закончилась. Я бы не стал сейчас гнаться за АПУ. Я вижу его возможность прогресса ограничена. Со временем он будет падать опять. Я не думаю, что АПУ умрет, погибнет, исчезнет. Просто взять на заметку, на следующем донышке, когда медвежий рынок опять достигнет очередного донышка, это может быть хорошая покупка. Увидим еще конец этого медвежьего рынка. Вот где будут самые замечательные покупки. Вот где они будут. для того, чтобы дойти до этого донышка, нам надо будет пережить еще глубокие страхи на рынке. Вот как раз я выбирал такие бумаги которые могут дать по текущей ситуации понимание, что нужно быть готовым. Сейчас войти на все, возможно частями, для долгозрочных инвесторов. Пока видится, что еще можем ниже пойти. Вы знаете, кстати, Роман, извините, я вас переведу на секунду. В самом начале нашей встречи сегодня вы извещали участников, что есть возможность купить фракции. По английски называется Fractional Shares, фракционные акции или частички акций. Дробные акции. Вы знаете, совет новичку, у которого просто серьезно мало денег. То есть люди, которые покупают дробные акции, это люди, у которых серьезно мало денег, а они интересуются рынком. Это совершенно резонный инструмент. Дробные акции, ничего против них. Но совет о стратегии. Совет о стратегии. Если у вас хорошечный капитал, и вы надеетесь сделать, сорвать какую-то серьезную прибыль, вам нужно идти на дикие риски. Дикие риски, чтобы из маленького капитала взять какую-то большую прибыль. Мой совет в таких ситуациях переменить ориентировку. На рынках плещется огромное количество денег. И очень мало компетентных людей, которые знают, как деньгами управлять, где покупать и продавать. Поэтому перестройтесь. И вместо того, чтобы пытаться сорвать большую прибыль на колоссальном риске резко понести риски и поставьте себе цель быть прибыльным. Просто быть прибыльным с очень маленькими просадками. Если вы можете показать, что в течение года у вас была прибыльность хотя бы 10%, больше лучше, но хотя бы 10%. И при этом за весь год не было ни одного момента, когда просадка была 10%, то на эти деньги, то показав такую историю своего трейдинга, подтвержденную с бумагами от брокера, вы можете показать, что у вас действительно есть серьезный подход к рынку и что ваш подход успешен. И вы сможете общаться с людьми, у которых есть деньги, но нет времени, и предлагать им услуги по управлению их счетом. Вот тут-то можно заработать. У меня есть приятель, он закончил, первый человек в своей семье, который закончил колледж, после этого работал клерком на бирже, очень скромно живущий человек, сколотил 50 тысяч долларов и торговал и ушел с работы, вот он стал профессиональным трейдером с 50 тысяч долларов. В год ему, и он делал в год где-то около 50 процентов годовых, очень хорошие деньги, но он проживал, ему нужно было напряжение 25 тысяч, жил в Нью-Йорке, хотя жил очень скромно. И один раз у него был плохой год, значит, плохой год заключался в том, что он закончил год без прибыли, ему пришлось печь хлеб из семенного фонда. Но у него были все эти записи, он пошел в какую-то компанию, я знаю эту компанию, показал им свои бумаги, они проверили и дали ему в управление сначала 100 тысяч долларов, потом 200, дальше, дальше, дальше. я у него оптогостил, у него уже было 11 миллионов долларов под управлением, с которых он получал 2% этих денег за плату за управление, то есть 2% от 11 миллионов, это сколько, это где-то четверть миллиона долларов примерно, от миллиона 20 тысяч, 40 тысяч, где-то 80 тысяч долларов он получал только, значит, за то, что он управлял этими деньгами и еще получал 20% прибыли, то есть если он мог сделать допустим с 10 миллионов долларов заработать 10%, он получал человек миллион. Вот так. Вот, кстати, я просто хотел сказать, у нас не так давно появился сервис как раз копи-трейдинга, когда трейдеры могут выставлять свои сделки и тут как раз фильтром могут выступать инвесторы, то есть также смотрят, какие были просадки, насколько стабильно торговали, да, и вот можно так же подключаться, копировать сделки, но тоже нужно аккуратно подходить к выбору. нужно для того, чтобы допустим, я управляю своими деньгами, я не еще управляющих, вот допустим, я смотрю, допустим, один человек, он заработал в год 50%, но по ходу дела у него была просадка в 50%, а другой заработал 20%, но у него просадка была меньше 10%, кому и больше доверил свой капитал. Вот так вот. Учитесь. Поехали дальше. Это я, так сказать, отвлекся на проповедь. Добавил Андрамор. Эта компания делает одежду, рубашки, что-то у них было очень серьезно плохое, они вот обвалились, я думаю, опять-таки earnings report был сообщение о доходах. А сейчас очень хорошо растут, то есть на недельном графике цена все еще ниже конверта, так что возможности роста довольно высокие остались. Еще вот одна как раз бумага, мы уже нефть обсуждали, но то есть вот ExxonMobil как раз самая крупная нефтяная компания. Чешутся руки, Роман, чешутся руки. Но как мне когда-то сказал хороший друг, он сказал Алекс, приподними задницу и подложи вниз правую руку, перепадь приподними и подложи левую, а теперь сядь и хорошо сиди. Вот так вот на руках, чтобы они не касались клавиатуры. Естественно, как ждем разворота, я жду разворота, но и сейчас, конечно, эта акция находится в зоне колоссального риска, выше верхнего конверта на недельном графике и на дневном графике. Соблазн очень высок, но оберут меня в районе стратегического хранения или тактического хранения. чтобы не касаться клавиатуры. Нет сигнала еще на продажу, нет. А покупать постно, я считаю. карнивал. Очень много ее обсуждали в прошлом году, то есть вот еще один пример из круизных компаний. это компания дешевых круизов. Компания дешевых круизов. Есть разные компании. У меня только что друг вернулся с круиза, должен позвонить, он в гости приедет. так был на круизе 14 дней, а это ему стоило 17 тысяч долларов, то есть 1000 долларов день за круиз. Это такая высокого класса компания. А карнавал это самые дешевые круизы, молодежь ездит, небогатые люди ездят. и по мере того, как экономика когда нельзя было есть, компания сильно пострадала. Был окончательный провал цен на прошлой неделе, а сейчас люди смотрят, авось круизов возобновятся, авось, 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 так фундаментально. Технически ничего особенного здесь нет, да, цены глубоко упают, цены ниже ценности. На среде гистограмма все еще красная на недельном графике покупка запрещена, ну, вроде, запрет будет на этой неделе, на следующей неделе. Но это сейчас опять все боятся всякими пандемии, сейчас обезьянь и остается. То есть купить эту компанию, это поставить пари, что все вернется к хорошей жизни. Это бабушка надо, я сказал. Я стою в сторонке. Вот, да, как раз, наверное, этот сектор не самый сейчас такой привлекательный, все еще. Вот, и, наверное, как-то последняя бумага, вот, CRM. Да, это бумага для поиска служащих на интернете. Выглядит очень прилично, выглядит очень прилично. С левой стороны на недельном графике, во-первых, это серьезная компания с историей, с историей прибыли, с историей успеха. На левом недельном графике мы видим прекрасную бычью дивергенцию индекса силы, хотя на CD, особенно, сказать, не очень выглядит. А на дневном графике MSED хорошо выглядит, бычья дивергенция, и все очень нормально. Можно покупать на недельном графике импульсной системы уже не красная. Так что из всех акций, которые мне показались в этом наборе, это, пожалуй, самое привлекательное, потому что она нормальная компания начиная наперёк. И технически выглядит совсем неплохо. Цены недооценены, цены все еще близко к нижнему конверту в недельном графике, но при этом импульсная система перестала быть красной и очень неплохо поднимается в дневном графике. Выглядит неплохо. Спасибо, Александр. Чуть-чуть вас задерживаем. все акции посмотрели. Единственное, что я, наверное, хотел бы последний задать вопрос, который один из участников прислал. Насколько это возможно коротко, чтобы вас не задерживать, но вопрос мне понравился, поэтому я его вам переслал, думаю, что будет актуально для всех участников. Какие параметры для скрининга бумаг вы для себя используете? Опять же, несколько тысяч бумаг, и как обратить внимание на то, что может быть более потенциально, как отделить зерна от плева, что называется. Знаете, тысяч много, конечно, но у меня есть хороший друг в Берлине, у него есть около 200 акций, которые он называет своим, это его гарем. Как по-русски, гарем или гарем? Гарем. Гарем. Это его гарем, где-то там 200 акций в этом гареме, с каждой из них он побывал, и в начале на уикенде он разбирается, кого он возьмет прокатить на этой неделе. Мой набор акций, во-первых, мой пруд, где я ловлю рыбку, это компоненты S&P, Standard & Poor's, это 500 акций. Для начинающего трейдера это слишком много, слишком много. Не надо растекаться мыслей подрыва. Если кто-то из начинающих хочет начать отслеживать какую-то группу акций, я бы посоветовал смотреть на компоненты Nasdaq 100. Nasdaq 100 это индекс самых крупных акций на Nasdaq, в основном это технологические акции. Что я делаю? Я их сканирую, для меня это S&P 500 уже много лет. Я их сканирую в поисках дивергенции МСД гистограммы и в поисках экстремального значения индекса силы. Оба сканы на недельных графиках. То есть лива акция, которая вышла совершенно перед сумасшедшим пределом вверх или вниз и лежат и есть какая-то дивергенция. вот это два главных скана. Единственные два скана, которые я делаю. Я никогда не занимаюсь сканированием, чтобы покупать и продавать эти акции. Для меня скан это только первая часть поиска и мой компьютер сканирует S&P 500 по любому скану за секунды. А потом я проведу 2-3-4 часа, разбирая те акции, которые мой компьютер нашел. То есть я не разбираю все 500, я разбираю те, что компьютер считает, что они хорошие. И вот тут же начинается работа. Я поэтому это называю полуавтоматическое сканирование. То есть сначала я на автоматы беру, но это только первый шаг, чтобы уменьшить количество кандидатов, а потом начинается серьезная игра. к требующей времени. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Спасибо большое, Александр. Все вопросы ответили, все бумаги посмотрели. Спасибо вам большое. Всю водку выпили? Ах, нет, водку не пьем сегодня. Не успели. Пойду под стол. По столу? По столу, да? У меня офис на третьем этаже, водка вся на втором, так что придется вниз эти заводки. Но еще рано, час дня всего, я днем не пью. Вплоть того, что я был в Таллине, класс был во второй половине дня. Я пошел на ланч, замечательное кафе, а у вас есть, Руки Лиль называется, там пельмени и вареники даются, то, чего дома нет. И в зал безалкогельное пьет, потому что уже много-много-много лет. Если ему надо работать, то ни капли алкоголя. даже кружку пива я не выпью. Безалкогельное пожалуйста. Вечером с удовольствием. До встречи за столом. Спасибо большое Александр. Спасибо, увидимся с вами через месяц. А для всех участников я еще пару слов скажу про конкурс и про индикаторы. Спасибо большое Александр. До свидания. Уважаемые участники, как я обещал, это собственно то, что мы показывали сегодня в ходе нашего вебинара. Это те индикаторы, которые разработал Александр и они доступны для пятого метатрейдера, для клиентов Адмирал. Для того, чтобы вы смогли их также получить или уточнить по ним информацию, вы можете написать запрос на почту alderdisc собака admiral marquez.com Сейчас также я для удобства скопирую эту информацию в чат, чтобы вы смогли скопировать и написать для тех, кто смотрит нас на YouTube канале, то вы сможете найти эту почту в описании к видео. собственно эти индикаторы они предоставляются бесплатно и доступны для клиентов на реальных счетах с балансом более 200 евро. Если у вас есть уже счет, то пишите запрос на индикаторы, шаблон, видеоинструкцию и кстати прошлое видео, которое делал Александр, если вы возможно пришли первый раз на наш вебинар, то там как раз есть более подробный разбор, как использовать эти индикаторы, то есть мы его тоже прикладываем, вы сможете быстро в них также разобраться. Если у вас счета еще нет, также напишите запрос и специалисты нашей службы поддержки с вами свяжутся и обязательно помогут, подскажут, как можно открыть счет, как его пополнить, ну и собственно все, что необходимо для этого. и последнее по порядку но не по значению это конкурс, вот как мы сегодня с вами разбирали, у нас проходит конкурс, где можно выиграть книгу с автографом Александра, то есть у нас проходит конкурс как на английском языке, дарим книгу на английском языке и на русском, пока последняя, которая книга Александра есть на русском языке, у меня уже все они подписаны для предыдущих победителей и в том числе для новых. Собственно расскажу про правила конкурса чуть подробнее. Конкурс у нас проходит на нашем YouTube канале, то есть первое, что необходимо сделать, это пойти и подписаться на наш YouTube канал. Конкурс проходит под последним вебинаром, который мы делали с Александром, то есть завтра этот вебинар будет загружен на наш YouTube канал. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы как раз получить уведомление, когда видео будет добавлено и предложить сделку по одному активу, который торгуется в Адмиралс. Обязательно можете проверить, если вы еще не являетесь нашим клиентом. На сайте это можно посмотреть, потому что периодически присылаются инструменты, какие-то малоликвидные бумаги, которых у нас может не быть, или они в процессе добавления. Поэтому всегда можете проверить, чтобы ваша акция точно участвовала в конкурсе. Для конкурса предлагается актив, то есть это может быть акция, это может быть валюта, криптовалюта, фактически любой актив, который торгуется. Предлагается цена входа, уровень стоп-лосс, тейк-профит и дата, когда вы пишете этот пост. То есть если вы пишете его, например, сегодня, то ставите 31 мая, и начиная с этой даты мы проверяем, сработала ли сделка. То есть это может быть вход по текущей цене, или если вы предполагаете, что цена немного скорректируется, там через 2-3-4 дня, мы обязательно это все проверим, и если сделка сработает, то она также попадет в общий пул участников этого конкурса. Лучше принимать участие в конкурсе, то есть период как раз участия, это получается с 1 июня, то есть первый день после нашего текущего вебинара, до 29 июня, когда у нас будет следующий. То есть лучше, чтобы сделка сработала и закрылась по тейк-профиту в этот период. Поэтому чем раньше вы предложите ваши сделки, тем вероятность положительного схода, она будет безусловно выше. Но опять же рассматривайте это как джентльменский конкурс, то есть мы предполагаем, что вы можете на своем счете контролировать и выходить из сделки, и входить, когда вам интересно, а здесь это просто дополнительная разминка, в итоге которой вы можете получить книгу с автографом Александра. И важный момент, то есть комментарии нельзя редактировать, если это будет галочка, что комментарий отредактирован, то эта бумага не будет участвовать в конкурсе. То есть резюмируем, мы предлагаем для конкурса одну бумагу в период с 1 по 29 июня, в данном случае, чтобы сделка и открылась, и закрылась в этот период. Предпочтение дается сделкам, которые закрылись по take profit, если таких не будет, то мы смотрим по той, у которой будет плавающая прибыль, и выбираем одну бумагу из этого списка. И также вы можете принимать участие в этом конкурсе и на английском языке на нашем YouTube-канале, тоже на него ссылочку приложу, потому что там пока мы только начали его проводить, и на русском языке мы делаем это уже больше года, то есть активность у нас выше, но вы можете сбалансировать ваши шансы, предложить один актив там, один актив здесь, потому что расстояние между вебинарами, оно тоже немного отличается в пару недель. А так мы с вами увидимся в следующий раз в конце июня, посмотрим, как снова себя ведут рынки, что происходит в летний период, послушаем мнение Александра, ну и те, кто смотрит нас на YouTube-канале, не забудьте поставить лайк, написать положительные отзывы в комментариях, это тоже нам помогает продвигать это видео, поэтому здесь мы за это тоже благодарны, если уж не решитесь принять участие в конкурсе, хотя рекомендую, здесь фактически без риска можно получить книгу с автографом Александра. Спасибо большое за внимание, спасибо за вечер, всем желаю хорошего вечера, увидимся с вами на других наших вебинарах, обязательно посмотрите новые вебинары, которые у нас будут на сайте опубликованы и смотрите их также на YouTube-канале. Всем хорошего вечера, спасибо и до свидания. Спасибо.